К другим новостям. Компания «Сименс» приедет в Чувашу с новым проектом. Деловые отношения с инвесторами завязались на прошедшем в июне Петербургском экономическом форуме. Сегодня представители компании побывали на крупных предприятиях республики и оценили возможности электротехнического кластера. На одном из чебоксарских заводов руководитель компании и глава региона открыли новый ресурсный центр. Тему продолжит Дмитрий Квалев. Спрос на рабочих растет с каждым годом. На этом предприятии будущих специалистов теперь тоже будут обучать на самой современной базе. ВТО диктует свои условия и в сфере образования. Теперь ставка делается только на практику. В этом ресурсном центре вместо наглядных плакатов установлены аналоги реального оборудования, всевозможные приборы и датчики, элементы типовых подстанций. Начинаем мы с системы оперативного питания, системы релейной защиты полный набор, то есть дифференциальная защита, защита линий, защита трансформаторов. Система автоматического управления всем объектом. Сымитировать на этом стенде возможны любые внештатные ситуации. Учиться устранять аварии студенты будут в этом же классе. Когда на пульт управления поступает тревожный сигнал, исправить ошибку могут только специалисты. Оттачивать свои действия до идеала они будут в условиях, которые максимально приближены к реальным. Со шкафа определенная конфигурация, заданы подключенные двигатели. Высоководный электропривод. Даем команду пуск. Задаем скорость. Вот пошел вращаться двигатель. Система автоматического управления, которая всем управляет, она тоже имеет массу специфик. И очень важно, чтобы люди могли все здесь почувствовать руками. Из аудитории на реальное производство попадут ученики электромеханического колледжа. Для студентов этот центр – возможность получить не только образование, но и рабочее место. Сейчас перед республикой стоит задача подготовить квалифицированные кадры для электроэнергетической отрасли страны. После того, как специалист здесь пройдет переквалификацию, переобучение во время обучения или высшем учебном заведении, или среднем, или начальном профессиональном образовании, то, соответственно, они уже, идя на производство, будут работать как настоящие работники. Присматриваются к чувашскому кластеру и представители компании «Сименс». В Чебоксарах они планируют создать новый сервисный центр. Ремонтировать здесь планируют медицинское оборудование. Половина аппаратов, которые сейчас поставляют в больницы, производит именно эта компания. Сейчас, чтобы устранить дефекты, технику приходится вывозить в Москву. Новый проект позволит сэкономить эти издержки. Мы планируем расширить наше присутствие тут, в Чебоксарах. И, как я сказал, с главой чуваши мы обсудили как раз тему собесного обслуживания для медицинской техники. И с ЧАСом мы обсуждаем дальнейшее развитие сотрудничества на базе уже достигнутого. Сервисный центр пока в проекте, но уже сейчас на этом производстве планируют обучать студентов-медиков. Возможно, что ближайшие годы в Чебоксарах наладит выпуск оборудования под маркой «Сименс». Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.